Нагорная Здравствуйте, Екатерина Сергеевна Да, здравствуйте Подскажите, Стук Алексей Константинович, он порядочный человек? Конечно А по каким делам можно это судить? А с кем я разговариваю? Паук Андрей Владимирович Ну тогда до свидания Алексей Стук гэта намесник Андрея Шведа А Швед з'являюцца галованым у комиссии Па разгляде з воротов грамадзянов Што збеглі замяжу ад бандытызма Лукашэнкі Прэвітанне Сдаецца я бацькам ў Беларусі сумна без змагаров Хочыцца доміноваць, а не манаткім Бо ўсіх прэдсажалі І прэдумалі яны сабе забаву азартныю Палявання на дурных Які ажадаюць пакаяцца і вернуцца ў родную гавань Ды ка хто чальцы гэтай комісії Вядомаш, все я бацькі Тімаюць яны тямды компетэнцію гэтай справя Што яны могуць адказаць мне на гэта Давайте паслухаем Ну, вы знаете, я вам никаких комментариев давать не буду В отношении вас заведено уголовное дело За содействие в екстремистской деятельности Поэтому я неуполномочена вам не давать какие-то комментарии Всего доброго Извините, пожалуйста, я на работе, я не могу с вами разговаривать А когда мы сможем поговорить? У меня есть приёмные дни, пожалуйста, приёмные дни Скажите, вы сами туда пошли или вас заставили? Да, это моё собственное решение Вы имеете компетенцию в этом вопросе? Так я не понял, в связи чё вы мне такие вопросы ждёте? Ну, так как я экстремист, и, возможно, вы будете работать над моим делом Так это да, о какой компетенции вы говорите? Ну, чем вы будете руководствоваться, когда будете принимать то или иное решение? Будут заниматься преимущественно айтишниками Сразу сообщаю Айтишниками? А может, вы знаете, почему они так не любят действующую власть айтишники? Они по-разному Ладно, давайте, я сейчас повторюсь, не могу сейчас говорить Из-за этого жены неудобно Есть установлены на порядок обращения этих граждан Марат Сергеевич, вам зачем? Мне нужно знать, компетентен ли он в этом вопросе А если он в составе комиссии, значит, компетентен Это уже решили до вас Поэтому, пожалуйста, если у вас нет вопросов к телеканалу То я не буду с вами разговаривать Есть вопросы к телеканалу Есть Слушаю вас Почему у вас враньё? Всего доброго, до свидания Что мне ему передать? Ну, у него есть какие-то положительные качества Типа справедливость, беспристрастность Конечно, есть Интеллект Есть? Конечно Да, конечно Так, а он же, дело в том, что, у меня смущает, что он поддерживает Лукашенко И что в связи с этим? Так как он может быть беспристрастен? Ему, как Лукашенко скажет, так он и назначит Ну, почему вы так думаете? Ну, а как у нас в республике? Ну, я не знаю, как у нас в республике Он хоть порядочный этот, Олег Викторович, ему можно доверять? Послушайте, ну, у нас непорядочные не занимают такие должности, правильно? И не руководят учреждения образования Ну, это-то, ну, может быть и так, но в первую очередь же у нас Лукашенко непорядочный Так, вы знаете, что я с вами не намерена обсуждать эти темы Обращайтесь в вышестоящие органы, до свидания Он хоть порядочный? Да, все порядочные Все порядочные? Да Так Лукашенко самый непорядочный чиновник Я прошу прощения, другую информацию предоставить сам не могу Ну, там комиссия достаточно большая Там достаточно много людей состоит Почему вы обращаетесь именно ко мне? А я, Василий Леонидович, каждого обзваниваю И интересуюсь, есть ли у него какие-то компетенции И знания по оценке наших действий Людей, которые уехали за границу Ну, вы, наверное, если вы читали состав комиссии То наверняка вы читали указ президента Это мне не о чем не говорит Это президента у нас нет, это самозванец А вот вы с членом комиссии Извините, пожалуйста, я с вами не могу разговаривать на эту тему Да, я слышу вашу просьбу, могу передать Передайте ему, чтобы он ерундой не занимался, а вышел из этой комиссии Потому что мы его осудим тоже на своей комиссии За то, что он содействует захвату власти в Республике Беларусь А вы можете представиться, как вас зовут? Андрей Владимирович Паук Экстремист со стажем Андрей Владимирович, да? Да Паук Паук Экстремист со стажем Со стажем 7 уголовок нам или 8 Хорошо, я передам вашу информацию обязательно Он нам бесполезен, он нам качество жизни не улучшает Спасибо Так, а кто его спрашивает, если не секрет? Паук Андрей Владимирович Мы уже с вами общались когда-то, Паук Андрей Владимирович Вы лучше больше не звоните сюда, пока вам не прилетело по голове, очень хорошо Если вы не понимаете, когда вам объясняют, чем вам заниматься А, это вы этот Всего хорошего Получили по башке сами Вы еще встанете перед ответственностью за распространение личных данных И еще лично передо мной будете отвечать Счастливо Ой, все Здравствуйте Здравствуйте Ивана Эйсмана-то хочу Зачем? Мне нужна на него характеристика Да Официальный запрос направляйте А по телефону с ним можно поговорить? По телефону? Нет Вы звоните в канцелярию Очень хорошо Девушка Дело в том, что он будет причастен к судьбе так называемых беглых Будет вот в комиссии рассматривать их обращение Нужно знать вообще, порядочный этот человек, можно ли ему доверять? Абсолютно порядочный Вы ему доверяете? Да А какие у него качества положительные? Все, которые есть, все положительные Все положительные? Да Так он же ебатька Я прошу прощения, с кем я разговариваю? Андрей Владимирович Паук Так а ко мне какие вопросы? Так я вот не верю ни одному ебатьке В этой комиссии все сплошь ебатьки А мы, змагары и экстремисты, мы не доверяем Если бы там хотя бы Зенон Поздняк был, так можно было бы Ну, все дело в том, что не я создавала эту комиссию И ваше право доверять или не доверять И это вообще похоже на какое-то издевательство Видите ли, они будут решать, кто тут хороший, а кто плохой А можете передать Ивану Эсманту, чтобы он не брался за это дело? Потому что это опозорит его только Он и так опозорен уже Обязательно передам Ей можно доверять У нее есть компетенция Так, я директор телерадиокомпании Как вам сказать, о чем? И? Ну, если она входит в хамищи, то вероятно, да, конечно Но она же за Лукашенко А это же уже все, минус Это же как доверять? Можно Человеку, который за Лукашенко Она же не может быть беспристрастной Как Лукашенко скажет, так она и будет делать Правильно? Ну, что вам сказать? Ну, как это вот, придумали такую забаву, ебатьки И будут они уже нас, порядочных людей, это, оценивать? Хорошо, передадим им информацию Что-то сомневаюсь, что ему можно доверять вообще Что он беспристрастен и компетентен Ну, дело в том, что члены комиссии назначались через указ президента Поэтому это только к ним О, а президенту-то кто может доверять? Он же даже не президент, он же самозванец Слушайте, вот давайте не будем говорить, что значит самозванец А он же выборы проиграл Он законно выбранный президент Республики Беларусь А ничем не подтверждена эта законность? Ну, это ваше субъективное мнение Так нету никаких документов подтверждающих Каких нет? Протоколов нет Вы помните, как выборы проходили? Значит, я с вами на эту тему дискутировать не собираюсь Это же телефон доверия Телефон доверия в отношении работников комитета госконтроля Что касается в отношении маршала, как члена комиссии По тому вопросу, который вы озвучили, пожалуйста Он назначен через указ президента Это возмутительно Выбранный член комиссии Ну, пожалуйста У нас никакой власти нету У нас есть власть, ту, которую выбрал народ Это бандитская власть, это не народная Это не бандитская власть Самая настоящая бандитская Они будут больше с вами дискутировать Так, а вы можете его найти у него по месту работы Давайте сначала дадим вам его номер такой Давайте Так, сейчас секундочку Господин Паук, вас предупредили не один раз Прекращайте звонить и терроризировать Если еще раз раздаться этот звонок Поверьте мне, у вас будут большие неприятности даже в стране пребывания А ебатьки доказали свою неадекватность Они не видят реальность Понимаете, и вы одна из них такая Анна Валентиновна Не хочу вас обидеть Вы прекрасная, симпатичная девушка Но вы пошли неправильной дорогой Ну это, наверное, уже другая какая-то комиссия будет оценивать Какой дорогой я иду Вот, мы будем оценивать Зенон Поздняк, Андрей Паук, Светлана Тихановская Будут оценивать ваши действия Хорошо Как вы попали в эти патриоты Беларуси? Вы какими качествами обладаете? Кроме красоты За комплимент, конечно, спасибо Но в целом, наверное, затрудняюсь ответить на этот вопрос Опять же, у меня нет каких-то их качеств Вот видите, что Лукашенко сделал с нашей страной Что люди попадают в патриоты Беларуси, не зная как А вы знаете историю создания организации? Для меня вообще было открытие, что она такая есть Вообще какие-то незнакомые люди Что вы делаете? Зачем вы нужны? Из народа люди Не понятно Мы тоже люди из народа Нас почему-то не любят в стране И мы тоже патриоты Наверное, что вы делаете не так, наверное Что же мы не так делаем? Ну, опять же, это не судить Что вы не так делаете Вот видите Ну, как не все пять Вот вы же говорите, что они любят Значит, тому есть причины Потому что мы видим реальное положение дел Мы видим, что Лукашенко захватил власть Что беззаконие Что бандитизм Пытают наших патриотов Наших змогаров в тюрьмах Вы видели, что с ними делают? Как их избивают? Вы сейчас воду льете немножко Если вы хотите какие-то пакты предоставить То, опять же, вы будете услышаны Есть такой сайт Мне не есть пакты Вы все, что перечислили Это все основано на какое-то голословие Александр Кабанов недавно вышел Из тюрьмы блогер Вот он давал интервью Что он там рассказал Вы слышали? Как он резал себе вены? Вот там факты есть Устойчивости человека А его... Вот вы можете Когда в тюрьму попадете Вы можете Порезать себе вены? У вас есть Столько силы воли? Для того, чтобы вены вскрыть Нужна сила воли? Или это Чем вообще вызвано? А как думаете? Я не знаю Как люди к этому приходят? Вот как думаете Что администрация колонии Должна делать Чтобы человек захотел Скрыть себе вены? Я дико извиняюсь Сейчас крайне неудобно Беседую с вами за рулем Приехала Так что давайте С вами попрощаемся Давайте вам совет Пока не попрощались Нам там совет Не заниматься этой ерундой Вот не заниматься Потому что мы вас Посадим в тюрьму Потом за это За содействие Захвата власти В республике Беларусь С удовольствием Посмотрю на то Как вы хотите делать От ее решения Зависит наша судьба Наша судьба Змагарская И нам бы хотелось Знать этих людей поближе Кто они эти ебатьки Которые Ну вы можете Прочитать в интернете Биографию Каждого Человека Входящего в состав Данной комиссии Я вот сегодня С одной поговорил Такой дамочкой Не такой Другой дамочкой Из патриотов В Беларуси Так она Какая-то Недалекая Как она может Решать нашу судьбу Как вы это поняли Что человек Недалекий Это вообще Мне кажется А потому что Она ничего не видит Ничего не знает Я говорю Политзаключенных Питают в тюрьму Много видите Очень много знаете Видимо А как вас зовут Алина Меня зовут Алина Я говорю Той девушке Что у нас Людей пытают В тюрьмах Политических заключенных Их избивают Унижают Вы были свидетелем Правозащитный сайт Весна Публикует все Эти сведения Недавно Александр Кабанов Вышел Политзаключенный Он вены себе Резал Знак протеста Над издевательствами Фактов Полно И вот Я хотел бы Думать Что Наталья Владимировна Она бы могла Разобраться С этим Беззаконием А не Судить Людей Которые Страдают От режима Бандитского Ну так вас же Никто не судит Как не судят Вот такую Показуху Вы в данный момент Вообще Находитесь за рубежом А на мне Семь уголовок Повесили Ни за что Да 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 Мы Ознакомливались Спасибо Что следите Так Я бы хотел Ей посоветовать Наталье Владимировне Вашей Чтобы она Этим не занималась Вообще Потому что Я вас услышала Вы мне вчера Передали Наталье Владимировне Информацию Донесла Донесла Что она ответила Ну для вас Ничего хорошего Не ответила Ну так скажите Ну я цитировать Не буду Что матом Что-то сказала Нет Не матом Так Для нас Отрицательный результат Это тоже результат Потому что Мы же тоже Создадим свою комиссию Это безусловно Конечно Я не сомневаюсь В этом И будем ее Оценивать И судить И вообще Она может в тюрьму Попасть в конце концов Ну это все понятно Андрей Владимирович Ну вы знаете Угрозами вы ничего Не добьетесь К сожалению О скажите Это Лукашенко Ну если мне предоставится Такая возможность Я передам от вас Большой привет Если захочешь Писать заявление Пиши Я тебе пообещал Что буду лично Рассматривать Буду лично Рассматривать Ну я Не надеюсь На беспристрастие И объективность Потому что Вы зарекомендовали себя Как пропагандист Служащий Преступному режиму Ты дурачок Потому что Ты такой же пропагандист Ну вернее Не такой же А ты тоже пропагандист Только гораздо хуже Почему же хуже Чем вы меряете Потому что Ну потому что Ты не профессиональный Ты деградант И все остальное Но пропагандистом Ты тоже являешься Совершенно верно А в первый момент Кому ты служишь Ну кому ты служишь Мы знаем Так а что Это плохо Государство и народ А ты вообще непонятно Я заинтересован В улучшении Качества Своей жизни А вы Это качество жизни Ухудшаете Для белорусов Все Это да Это ты мне уже сказал Сиди это самое Сиди кушай Придет время Андрей Николаевич Мы тебя будем судить Кушай это до старости Нет Не придет такое время Или Не придет Не придет Такое время Такое время Всегда придет Всегда диктатуры падали Всегда они кончались Вы когда это Оставаете Поймете Вот Вы тогда заплатите Горючими слезами Просто я боюсь Что будет уже поздно Вернее не боюсь А уверен Будет уже поздно Будете вы без сил Будете вы больные Будете вы старые И никто не придет Поплакать Стакан воды Вам никто не подаст Это вы вот про себя Рассказали Никому вы не нужны Никто за вас Стоять горой не будет Защищать вас не будет Ваша деятельность Она не нужна белорусам Не нужна Вы не авторитет Не пизди Про белорусов Ладно Давай каждый Сам за себя Вот что у вас За поганая манера Это самое Сразу Не нужна белорусам Ты кто такой Чтоб об этом говорить Кто ты такой Вот Золотые слова А вы кто такой Чтобы вещать За всех белорусов А я не вещаю За всех белорусов Кто вы Чтобы навязывать Мнение государства Для белорусов Знаешь В чем разница Из-за тебя Отвечаю А вы так За себя Отвечать И не привыкли Вот за меня Не надо отвечать Тогда Тогда я поверю Что что-то у тебя В голове щекнуло А пока Извини Мне работать надо А ты иди Жари чего дает Как думаете Кольки разов Лука Каялся Перед белорусами Кольки разов Выбачауся Я ведаю Что рабил Йон Гэта Тольки Перед Путин Паглядзите Якая недаречнасть Сядзить Як школьник Занатовая И Гэтый Здратник Называя Себе Абранным Президентом Пакажи Нам Лукашенко Як треба Каяцца Хай Гэта Будет Добрый Прыклад А мы Дадзим Аценку На кольки Гэта Было Шира Жыве Беларусь До встречи У эфиры Продолжение следует Продолжение следует